Джан Яман и сериал «Турак» на митком. Историческая драма с международным актёрским составом. Невозможная любовь и семейные испытания. Почему все говорят о новом сериале «Фальшиво Монетчик» с Чаларом Эртурулом и Денис Байсал. Нетфликс анонсирует звёздный сериал с Гепси Азай и Керемом Бюрсином. Что нас ждёт? Сегодня состоялась читка сценария сериала «Платоническая любовь» с Гепси Азай, Керемом Бюрсином и Айкью Караэль в главных ролях. Сериал будет показан на цифровой платформе Netflix, о чём официально объявил социальный аккаунт платформы. Я напоминаю, что первоначально предполагалось, что сериал выйдет на цифровой платформе Disney+, но платформа поставила какие-то условия, которые создательницу проекта Гепси Азай не удовлетворили и она решила провести переговоры с Netflix, которые завершились успехом. Я, честно говоря, этому очень рада, поскольку Disney пока не вызывает у меня особых положительных чувств. Слишком уж у них там всё мудрёно и запутанно. То они не выпускают сериалы, то уходят с рынка, то возвращаются на рынок, то пытаются навязать свои условия людям, которые создают сериалы. В общем, не очень хорошая там история пахнет. Netflix же, наоборот, развивается очень активно, что очень важно, выпускает свои сериалы и фильмы одновременно во всём мире, делают отличные переводы на основные языки. Так что я думаю, что этот вариант как раз оказался гораздо более подходящим, чем предыдущий. И я рада, естественно, за всех поклонников, которые будут смотреть этот проект. На шоу ТВ вышел постер нового сериала «Фальшива Монетчик», продюсером которого выступает Санер Аяр, а производством занимается компания «Оутри Медиа». Креативный продюсер и режиссёр Мехмед Ада Астыкин, основной режиссёр Уур Караслан. Очень сильный актёрский состав. Тимучин Эсен и Щукран Овалы сыграют супружескую пару с двумя детьми, которая испытывает финансовые сложности. Между персонажами Чалара Эрторула и Денис Байсал вспыхнет невозможная любовь. Насколько я понимаю, Чалар – это обаятельный машинник, ну а Денис Байсал исполняет роль полицейской, которая будет его преследовать. Очень интересный сюжет. Надеюсь, что компания не подведёт. «Оутри Медиа» – это очень большой игрок на турецком медиарынке. Они создают сильные проекты с большими звёздами. Ну а Мехмед Ада Астыкин прежде всего известен как режиссёр знаменитого фильма «Чудо в седьмой камере». Очень надеюсь, что и на этот раз нам покажут высший пилотаж, и этот проект будет очень успешным. Кстати, Чалар Эрторул умудрился сняться сразу в трёх проектах, которые выходят практически одновременно. 21 октября выйдет сериал «Фальшива манечек». 10 октября выходит сериал «Комната для допросов» на цифровой платформе «Тот», где он сыграл вместе с Хазал Каям. Там он, кстати, играет полицейского. И сейчас он находится на съёмках сериала «Магарсус в Адане». Первый сезон этого проекта для цифровой платформы Блу ТВ получился очень успешным, и сейчас снимается второй сезон. Поскольку платформа местная, турецкая, то, скорее всего, в ближайшее время мы уже увидим этот проект на экранах. Так что я поздравляю поклонников. Чалар – очень востребованный актёр прямо сейчас. Сереная Сарикая открыла свой дом для журнала «Эди Миддэлист». Актриса рассказала о своих предпочтениях в интерьере. «Я люблю тёмные и уютные места. Для меня важно, чтобы дом ощущался личным храмом». Сереная поделилась деталями обустройства. Первой мыслью был огромный диван с леопардовым принтом. Я была одержима этой идеей. Теперь чувствую, что должна дать ему имя. Красивый, конечно, дом, красивый интерьер. Что ещё можно сказать? Вспоминается один анекдот, когда Сталину настучали о Рокоссовском, который встречается с очень красивой женщиной, будучи женатым. И спросили, товарищ Сталин, что мы будем с этим делать? Товарищ Сталин ответил. Ну, что делать, что делать? Завидовать будем. Вот у меня такое же ощущение по отношению к уютному гнёздышку Серенай. Буду завидовать. Джем Сюкют, присоединившийся в этом сезоне к актёрскому составу сериала «Зимородок» и Алли Чапкины, признался. «Я не знаю, какие отзывы о новом сезоне. Я их совсем не отслеживаю». И правильно делает. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Тем более, что он играет роль «разлучника», в кавычках. А значит, нападки на него в социальных сетях будут только нарастать. Надеюсь, что на дальнейшей карьере это никак не скажется. И у зрителей не отложится этот образ как нечто отрицательное. Вообще, умение турецких зрителей как-то по-особому эмоционально относиться к актёрам и их ролям – это то, что отличает Турцию. И актёрам часто приходится иметь очень толстую шкуру, чтобы их не задевали все высказывания, какие они могут прочитать в социальных сетях. То, что Джем вообще не слушает и не смотрит все эти высказывания, характеризует его как человека с вполне устойчивой психикой, который просто решил себя этим не загружать. И правильно делает. Завершено формирование актёрского состава сериала «Разлука. Тоже часть любви» с Ибрагимом Черекулем в главной роли. Съёмки 8-серийного проекта для цифровой платформы Netflix от компании TMC Film начнутся уже на следующей неделе. Режиссёром и сценаристом выступает Яуз Тургул, продюсером RLFG. Ибрагим сыграет роль Кемаля имени Мирьем Афифе и Есимин Кайалин Неслихан. Я рада, что у Ибрагима новый проект на Netflix. Предыдущий «Полёт птицы» оказался удачным. И, надеюсь, эта традиция продолжится и в новом сериале. К сожалению, единственным недостатком Netflix, на мой взгляд, является то, что они уж очень долго тянут с выпуском проектов, которые снимают. Иногда, бывает, приходится ждать по два года. Но, в конце концов, ожидание – это тоже часть удовольствия. Так что не будем сильно привередливы, а просто будем с удовольствием ждать наших любимых актёров в новом проекте. Айча Айшин Туран опубликовала новое фото, подписав его. Когда я посмотрела на это фото, первой мыслью было – мои волосы снова отросли. Хотя мне оно очень нравится, оно вызывает во мне немного грусти. Я хочу поделиться своими чувствами. Примерно полтора года назад, решив изменить себя, я коротко пострила волосы, которые носила длинными с детства. И мне это действительно понравилось. Но прежде чем я успела насладиться своим новым образом, большинство сообщений, которые я получила, были «У тебя что-то случилось?» «Почему ты грустишь?» И это было не всё. Мой энтузиазм и любопытство, как я выгляжу с новой стрижкой, превратились в процесс, который доставил мне немало разочарований. Теперь мои волосы снова отросли. Но как только я хочу поделиться своими чувствами, меня снова окутывают мысли. А что скажут другие? Прогоните этих духов недовольства. Будь то короткие волосы, или длинные, светлые, чёрные, зелёные, коричневые, будь вы высокого или низкого роста, если вы довольны собой, не слушайте никого, не живите по чужим стандартам. Будьте собой, ведь именно такой вы особенная и красивая. Действительно, зачем портить себе жизнь, думая, что скажут другие? Другие всегда будут относиться с негативом. Редко, когда в социальных сетях можно услышать что-то положительное. Люди обычно приходят для того, чтобы выплеснуть именно свой негатив. Это не касается фан-групп, где собираются люди, которые любят актёров, которые уважают их творчество, и там действительно можно отдохнуть, получить положительные эмоции. Но если вы приходите в общие группы, то будьте готовы к тому, что вашего любимого актёра там раскритикуют в пух и прав. Ну а если вы размещаете своё собственное фото, то будьте готовы к негативным комментариям. Так что совет актрисы полностью поддерживаю и одобряю. Будьте собой и не обращайте внимания ни на кого. Турецкий актёр, который работает в Италии, Джан Яман, представит сериал «Турак» «Эль Турка» по выставке «Мипком» во Франции. Сериал «Эль Турка», изначально созданный для Disney+, позже перешёл к компании Айяпым после ухода Disney с турецкого рынка. Сценарий написали Керем Дерен и Чешиль Хазалтыним. Съёмки проходили в Венгрии под руководством режиссёра Улучша Барактара на английском языке. Оператором выступил Талга Котлуай. Сериал рассказывает об инычаре Хасане Балабане, который стал народным героем итальянского городка Майена в 17 веке. Премьерные показы сериала состоятся на «Мипком» в Каннах 21 и 24 октября. В проекте участвуют актёры из девяти стран. Джан Яман, исполнитель главной роли, примет участие в специальном мероприятии 21 октября в Кан-Картонт-Гранд-Салон. Мировым дистрибьютором сериала выступает компания Mad Entertainment. В интервью журналу Variety Яман отметил сложность съёмок в Венгрии, которые потребовали от него освоения верховой езды, фехтования и улучшения английского языка для работы с международной командой. Честно говоря, меня очень удивляет тот факт, что до сих пор они никак не могут продать этот сериал на какую-либо цифровую платформу. Прошло очень много времени. Дисней не только ушёл из Турции, но успел и вернуться. А сериал как-то завис и не туда, и не сюда. Надеюсь, что всё-таки будет найдено какое-то решение, будет продажа на «Мипком» в Каннах, и, наконец-то, зрители увидят этот проект, который они ожидают уже несколько лет. Молодой актёр Рахимджан Капкап, известный по роли Миттихана в сериале «Клюквенный шербет», продолжает успешную карьеру. Помимо своей яркой игры в проекте, которая уже идёт три сезона, прошлым летом он снялся в фильме «Ремонтник» под руководством режиссёра Чачары Вилы Лустуалы вместе с мертвым Рамазаном Демиром. Теперь актёр стал лицом рекламной компании одного из банков, для которой он снялся в рекламном ролике. Я рада, что карьера Рахимджана развивается успешно. Конечно, ему предстоят нелёгкие испытания, поскольку стать звездой в Турции не так-то просто. И если вам кажется, что направо-налево в Турции встречаются звёзды, это далеко не так. В основном, актёры работают так же, как и мы с вами, от зарплаты до зарплаты. Все остальные, увы, за исключением нескольких действительно крупных звёзд, которые и яхты имеют, и шикарные апартаменты, и дома, и могут позволить себе отдыхать за границей. Увы, для большинства турецких актёров это не слишком прибыльная профессия, но они её любят, и ей занимаются. Я надеюсь, что у Рахимджана всё будет хорошо, и он всё-таки сможет хорошо жить на ту зарплату, которую он получает в фильмах, и, возможно, станет большой звездой. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за четверг 3 октября. Сериал «Чёрное сердце» потерял в «Тутал» и в «Абэ». Для сериала начинается самое сложное время, когда преданное ядро зрителей ещё не успело сформироваться, а те, кто включил телевизор чисто из любопытства, уже переключили канал. Запас прочности у проекта компании Team Zenby есть, так что будем надеяться, что он спокойно преодолеет следующие 4 серии, которые будут критическими и окончательно закрепятся в эфире. Сериал «Безграничная любовь» вырос в «Тутал» и в «Абэ». Рост в «Тутал» незначительный, но он позволяет предположить, что ядро зрителей по-прежнему любит и смотрит сериал, не готово с ним расстаться, а значит, у продюсера Фатиха Аксуя вполне неплохие перспективы, чтобы продолжить этот проект, несмотря на невысокий «Абэ». Напоминаю, что на следующей неделе в эфир вернётся главный соперник обоих сериалов сериал «Жемчужные зёрна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо за просмотр и до завтра. Ну а пока рекомендую посмотреть наше следующее видео с новостями о турецких сериалах и актёрах. Вам понравится. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова